На этой фотографии участник двух войн Алексей Краснов запечатлен в рядах истребительного батальона. В годы Великой Отечественной эти добровольцы, не мобилизованные на фронт, стояли на страже военного порядка в Сочи. Прочесывая город, охраняли курорт от шпионов и диверсантов. Сейчас эти фотографии и удостоверения Краснова, руководителя штаба батальона, часть экспозиции Музея истории города Сочи, в становление которого Краснов внес немалый вклад. А гидплакаты военного времени, например, сохранились благодаря именно ему. Сегодня в Сочи это одна из самых больших коллекций в крае. Впрочем, Алексей Краснов боролся не только за сохранение экспонатов о Сочи и для Сочи. Усилиями Краснова в годы войны из оккупированного Крыма были вывезены несколько уникальных коллекций. Ему удалось сохранить эти коллекции и уже после войны, в 1944 году, вернее после освобождения Феодосии, в 1944 году эти коллекции благополучно вернулись в Феодосию. И в этом, конечно, громадная заслуга была Алексея Петровича. Музеем истории Сочи Алексей Краснов руководил с 1931 по 1948 год. Тогда музей еще располагался на улице Орджоникидзе и только начинал формировать коллекции. Краснов, кажется, успевал все. Прочесывая с батальоном сочинские леса, он серьезно увлекся археологией, что тоже не могло не сказаться на судьбе музея истории. Благодаря Краснову фонды музея, который на время военных действий, кстати, был закрыт, пополнились археологическими находками, относящимися к глубокой древности. Это украшения, сосуды, оружие. Он был участником первой экспедиции на территории Сочи. Ее возглавил от Института истории и материальной культуры археолог Замятин. И вот в этой первой экспедиции участвовал и Краснов. О всех своих находках он писал, каждую тщательно описывал, все зарисовывал. Будучи просто любителем, он все делал как профессионал. Дневники Краснова тоже прекрасно сохранились в музее истории. Всего собрано на небольшом участке слоя по вертикали 15 кремней и 32 АЧП из гальки. Обратите внимание, как он тщательно подходил к своему любимому делу. Сохранились и записи Краснова-преподавателя. Он вел лекции для экскурсоводов. Одним словом, Алексей Краснов был фигурой разносторонней. И, безусловно, его имя навсегда будет вписано в историю курорта, для сохранения которой он сделал так много.